США. Российский стратегический бомбардировщик нового поколения может совершить свой дебютный полет в 2025-2026 годах. 21 мая 2019 года и на СМИ. США. Российский стратегический бомбардировщик нового поколения может совершить свой дебютный полет в 2025-2026 годах. Возможный облик ПАГДА. Источник изображения – Минобороны РФ. Конструкторское бюро Туполева в настоящее время работает над первым прототипом этого бомбардировщика. Туполев представит ядерный стратегический бомбардировщик нового поколения ПАГДА – перспективный авиационный комплекс дальней авиации – в 2021 или в 2022 году. А первый полет этой машины, как сообщают российские средства массовой информации, запланирован на 2025-2026 годы. Согласно имеющейся информации, первый предсерийный образец российского бомбардировщика ПАГДА будет представлен в 2021 или в 2022 году. Российский разработчик самолетов ПАО Туполев представит ядерный стратегический бомбардировщик нового поколения ПАГДА – перспективный авиационный комплекс дальней авиации – в 2021 или в 2022 году. А первый полет этой машины, как сообщают российские средства массовой информации, запланирован на 2025-2026 годы. Конструкторское бюро Туполева в настоящее время работает над первым прототипом этого бомбардировщика, серийное производство которого должно начаться в 2028 или 2029 году. Об этом 14 мая сообщила газета «Коммерсант». Изначально ПАГДА должен был заменить все старые российские стратегические бомбардировщики, в том числе, Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Однако в 2015 году российский президент Владимир Путин распорядился начать производство модернизированного варианта Ту-160, который получил название Ту-160М2, что было вызвано различными задержками в реализации программы ПАГДА. Российские ВВС должны получить первый модернизированный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160М2 к 2021 году. В январе 2018 года Министерство обороны Российской Федерации объявило о размещении заказа на первую партию Ту-160М2 в количестве 10 машин. Поставка всего парка Ту-160М2 из 50 самолетов, согласно некоторым оценкам, должна быть завершена к 2030 году. Кроме того, Россия модернизирует свои дальнеостратегические и морские ударные бомбардировщики Ту-22М3. Первая новая машина с обозначением Ту-22М3М совершила дебютный полет в декабре 2018 года. Всего Россия планирует модернизировать 20 самолетов этого типа. Кроме того, российская оборонная промышленность проводит модернизацию самолетов Ту-95МС, которые получат обозначение Ту-95МСМ. В августе прошлого года Министерство обороны и Туполев подписали контракт на модернизацию 20 Ту-95МС с доведением их до стандарта МСМ. В результате продолжающейся модернизации существующих машин российское военное ведомство может закупить лишь небольшое количество бомбардировщиков ПАГДА. Очевидно, что они постараются выжать весь потенциал из имеющихся самолетов, заявил источник из оборонно-промышленного комплекса, чьи слова 14 мая привела газета «Коммерсант». ПАГДА останется резервом на будущее. Как я уже отмечал ранее, технических данных о бомбардировщике ПАГДА очень мало. По имеющимся оценкам, дальность самолета составит около 12 тысяч километров, и летать он будет на дозвуковой скорости. Планер машины будет изготавливаться из противорадиолокационных материалов. Кроме того, были сообщения о том, что боевая нагрузка ПАГДА составит 30 тонн. Российские стратегические бомбардировщики в основе своей действуют как ракетоносцы для пуска крылатых ракет. Например, имеющиеся на вооружении российской бомбардировочной авиации машины могут нести на борту крылатые ракеты воздушного пуска Х-101 или Х-102, вариант в ядерном оснащении, дозвуковые крылатые ракеты воздушного пуска Х-55 и прочее ракетное вооружение. Право на данный материал принадлежат и на СМИ. Материал размещен правообладателям в открытом доступе. Оригинал публикации материала и на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции в АПК. НЕМ Материал